Холодные холмы над бескрайним небом В спину дует ветер с моря Огонь Ужас Страх Могила уже вырыта Останки пролежат в ней тысячу лет И будут найдены Кости и зубы Рассказывают историю жизни тех Кто давно погиб На чужбине Вдали от дома Получается, их убивали как скот Этих людей объединила смерть Практически полные скелеты Только без черепов Их тайна останется нераскрытой Судя по всему, некоторым из них головы отрубили Далеко не с первой попытки Наконец, миру явилось Тайное захоронение викингов Риджей Хилл С конца 8-го и посередину 11-го столетия Скандинавские мореходы добирались до самых дальних земель Куда только были способны доплыть Благодаря современной археологии Мы можем заново открыть мир этих людей О чем расскажут нам Могила викингов Могила викингов Тайна захоронения на Риджей Хилл Британский ландшафт Многовековое покрывало Под которым спрятано множество тайн Однако археология постепенно проливает свет на них Историки снаряжают экспедиции Но самые важные открытия, как правило, совершаются случайно Раз за разом мы убеждаемся в том, как причудливо тасуются колоды истории Такой была находка, раскопанная в Дорсете, на южном побережье Англии В июне 2009 года муниципальные власти решили проложить новое шоссе Между Дорчестером и Веймутом Ровно посередине между этими двумя городами Находилось природное возвышение под названием Риджвей На этом холме и было совершено жуткое открытие До этого археологи несколько месяцев скрупулезно изучали участок При поддержке строительной компании Но, как часто бывает, удивительное открытие было совершено в совершенно неожиданном месте Как раз за пределами территории, изученной археологами Строители ожидала удивительная находка Кости, черепа Строительство было прекращено За работу взялись археологи Весь мир, затаив дыхание, следил за очередой новых открытий В земле лежали десятки человеческих скелетов Захоронение явно было поспешным и беспорядочным Тела были просто сложены друг на друга Под холмом обнаружили целую гору останков И что еще страшнее, все они были обезглавлены Черепа были сложены в другом конце этой общей могилы Когда выяснилось, что скелеты относятся к эпохе викингов Археологи пришли в восторг Таких находок еще не было Скорее всего, это было место казни Открытие на Риджвей-Хилл Просто заинтриговало меня До него археологи находили лишь пару массовых захоронений эпохи викингов Подобные находки, как правило, память о конкретном событии Это могла быть вспышка чумы Или, например, сильный голод Это некое сражение В общем, нечто значительное Например, как оказалось в случае Риджвей-Хилл Результат массовой казни Необычно И очевидно Находка говорила сама за себя Археологи не сомневались насчет причины смерти этих людей Обычно мы находим то, что в свое время оказалось на Земле случайно Вещи, которые кто-то уронил То, что накапливается со временем Но когда вы находите результат намеренного действия В данном случае убийствует целая группа людей У вас есть возможность изучить конкретное событие А также понять, что к нему привело Еще один археолог, которого заинтриговала находка Тим Сазерланд из Йоркского университета Он уже исследовал средневековые массовые захоронения Но то была память о битве при Таутоне Произошедшей в конце 15 века До открытия в Риджве-Хилл никто не видел столь масштабных захоронений времен викингов Тим хочет узнать побольше об этой могиле Ему предстоит удивительное путешествие Тим намерен выяснить все подробности, связанные с этим удивительным археологическим открытием И узнать о том, как проходили раскопки Записи из архива представляют собой хрестоматийную археологическую детективную историю Но чтобы лучше понять значимость этого открытия Нужно сперва подробно изучить местность, где оно было совершено Дорсет Археолог Стив Уоллес, член Дорсетского муниципального совета Присутствовал при раскопках Я прекрасно понимаю, почему это место столь важно Ведь оно находится прямо между Веймутом и Дорчестером Да, именно Но, кажется, ландшафт несколько изменился со времен того открытия Да, точно Не всех устраивает новая дорога, но благодаря ей мы нашли викингов Захоронение было найдено там, где Риджве-Хилл было решено разрыть для прокладывания новой дороги Обогнуть возвышенность было невозможно Поэтому рабочим поручили сравнять ее с землей Получается, что могила была обнаружена на крохотном островке посреди гигантской строительной площадки Да, ее обнаружили еще в самом начале работ Но процесс был настолько хорошо организован Что археологи могли пару месяцев вести записи на участки параллельно с дорожными работами А ведь с этим часто связано немало проблем Раскопки и всегда создают помехи строительным работам Да, неизбежно возникают трудности И нам, археологам, приходится каждый раз помнить об этом Вспомним, кто нашел захоронение и сообщил об этом Да, водитель бульдозера знал, что о подобных находках нужно докладывать И поступил должным образом Если бы не этот человек, древняя могила пропала бы Или, как минимум, сильно пострадала бы Да, в лучшем случае, кто-то нашел бы кости в совершенно другом месте Это вряд ли привело бы к открытию Поначалу ничто не указывало на эпоху викингов Захоронение можно было отнести к периоду до 8 века То есть к эпохе более ранее, чем та С которой мы и привыкли ассоциировать викингов Ведь в этой части Дорсета было раскопано немало артефактов Относившихся к неолиту, железному веку А также к эпохе римских завоеваний Глядя на этот монументальный ландшафт Несложно понять, почему многие археологи Поначалу относили находку к железному веку А не к более позднему историческому периоду В паре километров от Риджеви-Хилл Находится Мэйден-Кассл Одно из крупнейших доисторических сооружений Великобритании Неподалеку также можно увидеть Момбери-Рингс Земляное сооружение эпохи неолита Его предназначение неизвестно Оно могло выполнять как защитное, так и ритуальное предназначение Это лишь пара примеров богатого доисторического наследия Дорсета Люди просто не осознают возраст этого сооружения Это ведь очень древний монумент Именно так Это место многим знакомо, поскольку услужило амфитеатром Но лишь немногие знают, что насыпь появилась здесь в доисторические времена А вовсе не в гражданскую войну Также здесь сравнительно недавно хоронили казненных Да, точно На этом месте казнили мятежников И по меньшей мере один убийца был сожжен на костре Но это произошло в 17 веке, то есть сравнительно недавно Кем бы ни были убиты и на Риджевый хилл Они могли быть приговорены к смерти здесь или в похожем месте Посреди этого древнего ландшафта Массивнейшие монументы В другой стране подобное сооружение могло стать главной достопримечательностью Раскопки и захоронения были поручены археологам из Оксфордского университета Которые уже были привлечены к изучению участка В рамках проекта строительства объездной дороги в Веймуте Профессор Дэйв Скор отвечал как за предварительные исследования Так и за вскоре начавшиеся масштабные раскопки На участке Риджевый хилл Как и его коллеги, Дэйв поначалу относил найденные на возвышении скелеты К до-викингскому периоду Но то было до проведения углеродного анализа Мы были уверены, что захоронение относилось к Железному веку Мы не нашли ничего, что могло бы указывать на конкретную эпоху Поэтому исходили из контекста Здесь полно доисторических памятников К тому же захоронение находится на возвышенности Через которую пролегали доисторические маршруты Этот маршрут действительно использовался с доисторических времен Дело в том, что задолго до появления дорог Люди предпочитали пересекать местность по возвышенностям Так было намного быстрее и безопаснее Риджвейхилл Место, где шоссе, идущее с севера на юг Пересекает доисторический путь, как и римская дорога Проложенная много веков назад Никто не подозревал о том Что этот гигантский крест посреди древнего ландшафта Может что-то обозначать До того исторического открытия Можете вспомнить, как вы отреагировали, когда впервые услышали об этой находке Вы знаете, могу Я был у себя в кабинете, и мне позвонили с участка, где велись раскопки В самом звонке не было ничего необычного Мне сообщали обо всех находках Мои помощники просто следили за работой экскаватора И вот когда тот в очередной раз зачерпнул землю На поверхности показались кости Рабочие остановили машину и доложили мне о находке Было решено провести расследование Так и началась Вся эта история Через час до его снова позвонили После расчистки участка Археологи подтвердили, что находка состояла не только из разбросанных в беспорядке костей Речь шла как минимум об одном захоронении Я сообщил клиенту, что придется прервать работу на день, пока мы раскопаем участок Отдал распоряжение своей группе Через час мне позвонили и сообщили, что найдено два черепа Рядышком, друг с другом Я сказал, что ж, отлично, превосходно Да, неплохо, правда? Я хорошо знаю это ощущение Должно быть интересно Ребята продолжили раскопки Через час мне сообщили уже о пяти черепах С этого момента открытие стало еще интереснее К концу дня, если мне не изменяет память Мы насчитали восемь или девять черепов Черепа не были разбросаны в беспорядке Они явно были закупаны в землю одновременно Это могло означать только одно Массовое захоронение И в тот момент мы поняли, что действительно имеем дело с чем-то необычным Для нас это в первую очередь значило, что раскопки займут много времени Не пару дней, как мы изначально рассчитывали Археологи продолжили свою работу Под слоем земли обнаружилось все больше и больше человеческих черепов К середине следующего дня мы нашли целую груду черепов Под конец дня их было уже от 20 до 25, если я не ошибаюсь Затем археологи начали расчищать участок вокруг черепов Вскоре стало возможно разглядеть очертания ямы Диаметром приблизительно от 5 до 7 метров Черепа были сложены у края ямы А в самой яме оказалась целая груда человеческих костей Что же произошло? Удивительно, правда? Что это может быть? Разумеется, вот так случайно найти груду черепов, а затем яму А в яме целую груду человеческих костей Теперь Дэйв был уверен в том, что на его глазах разворачивалась удивительная история Нужно было получить подтверждение от коллег из Оксфорда А также договориться со строительной компанией о временном прекращении работ Предстояли долгие раскопки Было необходимо прервать строительство и привлечь к раскопкам больше археологов Мы оградили участок, поставили будку для охраны Необходимо было создать инфраструктуру Мы прекрасно понимали, что работа будет не на два и не на три дня Подобные раскопки занимают много времени Так что все нужно было сделать по правилам Муниципальный совет Дорсета с самого начала осознавал значение находки Строительство было моментально перепланировано Теперь работы велись вокруг археологического участка, пока историки раскапывали останки Таким образом мы могли спокойно работать на своей горке Вокруг шли строительные работы Мы были огорожены забором, через который могли наблюдать за бульдозерами Можно сказать, с точки зрения археологии, все сложилось наилучшим образом Раскопки продолжались несколько месяцев И оказались весьма удачными Когда на территории ведутся масштабные работы Подобный расклад — это большое везение Да, нам очень повезло Муниципальные власти, заказавшие строительство дороги, да и сами рабочие Отнеслись к раскопкам с большим энтузиазмом Удобно, когда речь идет о большом открытии Все понимают важность происходящего В результате раскопок было обнаружено 52 черепа и 55 скелетов Часть из них ныне выставлена в музее графства Дорсет Что происходит с артефактами после масштабных раскопок? Куда отправляются кости, которые не выставляются для посетителей? У Тима есть возможность узнать об этом Ему удалось получить доступ к музейному архиву Здесь хранится большая часть записи Об археологических открытиях, совершенных в Дорсете За последние два столетия Архив представляет собой прекрасный источник материала Который может пригодиться в исследованиях Здесь хранятся все записи, сделанные во время раскопок Любой археолог поймет, что передо мной находится Это блокноты с заметками Разумеется, такой блокнот есть у каждого участника раскопок Туда мы записываем все свои соображения, мысли, наблюдения Все, что приходит к нам в голову за день во время работы Тут можно прочесть, каким заключением пришли археологи В первые дни раскопок массового захоронения в графстве Дорсет Что они обнаружили? По-моему, это просто замечательно Потрясающие эти записи Археология внутри археологии Как правило, эти материалы хранятся вне публичного доступа Для археолога, пытающегося выяснить, как проходили раскопки Такие блокноты представляют невероятную ценность Это быстрые заметки Наброски, записи, размышления Люди, не имеющие отношения к археологии, не видят этих блокнотов А ведь это и есть исследовательский процесс Здесь присутствуют записи с каждого дня раскопок, включая самое начало Каждая кость подробно описана Тут подробно рассказано о раскопках Участок назван общей могилой Подобные записи ведутся на всех раскопках И в случае важного открытия Даются максимально подробные описания Например, скеле 8152 Каждой находке присвоен свой номер Также скелеты в этих записях обозначаются как СК Здесь полно таких номеров Черепам присвоены отдельные номера, поскольку те, как известно, были отделены от остальных костей Разумеется, археологам в подобных случаях сильнее всего хочется, чтобы каждый череп можно было сопоставить с скелетом Не будем забывать о том, что речь идет о человеческих останках Это все люди, которые были похоронены в общей могиле И, разумеется, главная задача археолога — узнать, кем были погибшие Здесь описано все, что осталось от них Чтобы не произошло с ними, это случилось очень давно, тысячу лет назад Сейчас мы пытаемся восстановить личные данные каждого Посмотрим, что у нас выйдет В этих бумагах подробно описано, как выглядело место раскопок до того, как кости начали извлекать из земли Затем идут подробные описания скелетов У каждого скелета свой лист В записи также включено описание каждого черепа Ведь в данном случае все черепа отделены от скелетов Что встречается не так уж часто Тут, например, присутствуют шейные позвонки На одном из которых можно разглядеть два следа от удара острым предметом Итак, нам известно, что верхняя часть позвоночника повреждена вследствие резкого удара лезвием Можно просмотреть описание всех находок Этот скелет тоже был найден без черепа Этот тоже без черепа Скелет найден без черепа Без черепа Череп отсутствует Только череп Только череп Итак, лист за листом Либо скелет без черепа, либо череп отдельно Никак иначе Ни одного полного скелета, потому что все эти люди были обезглавлены Мне кажется, стоит отметить, что захоронение выглядело весьма необычно Речь идет о реальных людях И здесь все сведения о них Мы располагаем информацией обо всех найденных останках Но не знаем, почему эти люди были обезглавлены и похоронены именно таким образом, а не иначе Судя по всему, убитые отправились в могилу не только без голов Но и без какого-либо личного имущества Мы прекрасно понимали, что имеем дело с удивительной находкой Но не располагали подсказками насчет того, кем были эти люди Мы не нашли никакой одежды, пуговиц или шнурков Никаких украшений, например, браслетов В общем, ничего, что могло бы указывать на возраст казненных Чтобы получить хотя бы приблизительные сведения Археологи еще в процессе раскопок отправили несколько образцов костей в лабораторию Для предварительного углеродного анализа Экспертиза позволила бы подтвердить или опровергнуть предположение о том, что захоронение относилось к Железному веку Мне кажется, мы получили результаты на пятой или шестой неделе раскопок И, разумеется, мы были ими шокированы Вышло просто удивительно Не римский период, и не ирландский Это казались средние века Именно Саксонский период приблизительно конец 10 века Это, разумеется, в корне меняет контекст ситуации Конец 10 века, либо начало 11 Значит, возраст останков как минимум на тысячу лет отличался от того, что предполагали археологи Команде Дэйва пришлось пересмотреть все теории Мы сразу начали думать о набегах викингов, которые были частым явлением в то время Нам внезапно пришлось пересмотреть все наши теории Как я уже говорил, контекст изменился Кем были эти погибшие? Англосаксами, которых убили захватчики с севера? Или викингами, которых англосаксы поймали на берегу и казнили? Никто не мог знать То был период больших перемен в британской истории В течение двухсот лет северяне, сграбители и торговцев постепенно обратились в мирных поселенцев и земли владельцев Британия была разделена на три английских королевства Нерсию, Нортумбрию и Весекс Датское королевство Йорвик, столицей которого был Йорк Эта территория называлась Денло Большую часть времени между скандинавами и саксами Царил напряженный мир Однако это напряжение вылилось в жестокий конфликт Какое отношение это имеет к тому захоронению? В той части Британии, где оно было найдено Связь между саксами и викингами была особенно тесной Например, с возвышения Риджвей-Хилл Можно прекрасно разглядеть остров Портланд Многие историки предполагают, что именно этот остров стал местом первого набега эпохи викингов Однако набег был совершен за 200 лет, до загадочных событий на Риджвей-Хилл Почему люди были похоронены именно там? Как они были убиты? На этот вопрос могут ответить кости погибших Останки хранятся в нескольких километрах от места, где были найдены Мы с самого начала понимали, что имеем дело с чем-то необычным Но когда мы подробно осмотрели кости, стала вырисовываться поистине жуткая картина Мы стали понимать, насколько страшна была участь этих людей Если честно, мы были поражены Хотя мы видели немало останков со следами травм Такого нам еще не попадалось Луиза Лоу Остеолог, специалист по анализу человеческих останков Когда речь идет о древних захоронениях Такие археологи, как Тим, во многом полагаются на мнение таких ученых Луиза сама ездила наблюдать за раскопками на Риджвей-Хилл Ее задачей было изучить каждый скелет Невзирая на многолетний опыт Результаты раскопок произвели на нее весьма сильное впечатление Я вижу, здесь у вас собраны скелеты, которые, разумеется, пришлось извлекать по частям Можете рассказать об этом поподробнее? Да, разумеется Здесь, например, сложены останки человека, погибшего в возрасте от 20 до 30 лет Большинство людей, похороненных на Риджвей-Хилл, были еще моложе Они погибли в возрасте от 18 до 25 Одному было около 14 Есть двое постарше лет 40-50 Итак, все погибшие были мужчинами активного возраста, то есть могли быть войнами Обстоятельства их гибели кажутся очевидными Однако Луиза придерживалась научного метода и в своих выводах опиралась только на факты Из характера травм можно было сделать вывод, что погибшие были обезглавлены Следы от лезвий на шее каждого погибшего выглядели совершенно по-разному У этого погибшего, например, мы видим ровный сруб на позвонке И таких скелетов несколько, он не один Судя по всему, этих людей каким-то образом заставили вытянуть шеи Возможно, их вынудили встать на колени перед палачом Затем отрубили головы Каждый из казненных встретил свою участь несколько иначе, чем следующий Об этом свидетельствуют срубы на позвонках Судя по всему, некоторые во время казни стояли неподвижно Однако это относится лишь к немногим казненным Большинство скелетов было повреждено намного более грубым образом И срубы вовсе нельзя назвать ровными Судя по следам на позвонках, некоторым из этих людей отрубили головы далеко не с первой попытки Возможно, палачам не хватало опыта, а может, их торопили Во многих случаях можно видеть, что лезвие при ударе пошло далеко вниз У некоторых погибших повреждены и лопатки, и ключицы Видите? У некоторых, в числе прочего, пострадала нижняя челюсть Смотрите, как она повреждена Видите? Или, например, здесь Кость была срублена ровно, как будто спилили большой кусок В некоторых случаях лезвие прошло насквозь Передняя часть челюсти отрублена В некоторых случаях заметно, насколько сильными и грубыми ударами были убиты жертвы Вот, посмотрите Тут у нас лежат челюсти двух погибших с Риджвейхилл Как видите, в некоторых случаях орудие палача попадало даже по зубам Здесь хороший образец подобной травмы Вот тут, например, начисто отколот один из зубов То есть, вся верхняя часть Которая находится над корнем А здесь, наоборот Зуб расколот вертикально Обратите внимание, скол идет сверху вниз Мы полагаем, что зубы оказались повреждены только потому, что удары наносились очень резко С большой силой Ведь изначально палач целился в шею То есть, зубы раскалывались от сильного удара лезвием, так? Да, получается именно так Еще одно подтверждение жестокости тех палачей Они рубили головы без всякой жалости к своим жертвам Значит, здесь отколот зуб, а здесь кусочек позвонка Но, тем не менее, вы знаете, к какому скелету они относятся Казалось бы, при ударе зуб должен был просто вывалиться у жертвы из рта Но этого не произошло Значит, жертвой каким-то образом сжали челюсти И зуб оставался во рту даже после смерти Об этом страшновато думать Но, возможно, зубы остались на месте Вследствие характера повреждения мягких тканей Возможно, зуб не вывалился, потому что его удерживала мягкая ткань Дело в том, что этих людей убивали ударами в области шеи Но ткань при этом не разрубалась одним аккуратным движением Она повисала клочьями И, возможно, по этой причине осколки зубов оставались в области рта Независимо от того, насколько аккуратно или грубо палачи расправлялись с жертвами Отделение головы от тела выглядело особенно жутко Как я понимаю, голову нельзя было просто так отделить от тела Ее, скорее, приходилось отрывать Вместе с кусочками кожи и мышц, осколками позвонков и так далее Разумеется, кусочки плоти при этом падали на землю Этих людей убивали как скот Возможно, сравнение верно Но можно ли по характеру повреждения определить? При помощи какого орудия они были нанесены? Что это, скорее всего, было? Острый меч или что-то более тяжелое с тупым лезвием? Вроде топора? Интересный вопрос Мы сами много размышляли о том, каким образом были убиты эти люди И хотя мы не можем исключать вероятность того, что голову отрубали при помощи топора или большого ножа Большинство травм выглядит так, будто они были нанесены при помощи какого-то длинного и тяжелого оружия Это очень важно, поскольку меч имел церемониальное значение Судя по всему, убийство совершалось по приказу свыше Иными словами, то была казнь Возможно, убитым был вынесен приговор В конце десятого и в начале одиннадцатого века Преступников чаще приговаривали к казни через повешение Меч предназначался для особых случаев Когда казнь была в первую очередь средством устрашения Голову отрубали не всем преступникам Ее отрубали изменникам Пленным вражеским воинам Викингам Можем ли мы выяснить, кем были эти люди и почему их казнили? Итак, речь идет приблизительно о 50 казненных Конечно, мы не можем быть на все 100% уверены, что речь идет именно о казни Но вероятность достаточно высока Конечно, мы не знаем, кем были эти люди Разумеется, можно представить себе несколько сценариев Может, это англосаксы взяли в плен и казнили захватчиков викингов Или наоборот, викинги казнили англосаксов Также нам известно, что в те времена пленные часто выполняли роль залога При заключении, например, мирного договора Возможно, это были убитые заложники Вторая сторона не сдержала своих обязательств Поэтому заложники были казнены в назидание Эта казнь также могла иметь отношение к одному историческому событию Саксонский король Этельрад, измученный постоянными стычками между саксами и данными Жителями Денло, приказал убить всех данных, проживавших на территории Британии Даже мирных поселенцев Массовое убийство вошло в историю как резни от данных в день святого Брайса Похороненные на Риджве-Хилл могли стать жертвами этой расправы Но в день святого Брайса было убито немало женщин и детей А на Риджве-Хилл найдены только мужские останки К тому же этих людей убивали определенным способом То не была беспорядочная резня Дейв и его помощники искали ответы на свои вопросы в летописях того времени Некоторые историки предполагают, что Этельрад вовсе не задавался целью Расправиться с мирными жителями Вполне возможно, он хотел избавиться от нормандских наемников Которые, собственно, работали на него Король решил, что необходимость в их услугах отпала Вот и все Лично мне кажется, подобный ход мысли был вполне возможен Это вполне вероятно Данная версия имеет право на существование Но также возможно, что на Риджве-Хилл казнили грабителей викингов, приплывших на лодке А может, все было совершенно иначе Викинги захватили территорию, собрали мужчин, проживавших в Эймуте И казнили их Но важно не забывать об одном обстоятельстве Поскольку казнь была совершена в месте характерном для англосаксонских карательных ритуалов Напрашивается мысль о том, что в данном случае Именно англосаксы выступали в роли палачей Возраст останков был определён достаточно точно, как и причина смерти При этом не нашлось ничего, что бы могло подсказать, кем были убитые Изменниками, военнопленными или викингами, приплывшими издалека Однако существует ещё одна научная экспертиза, которая могла пролить свет на эту загадку Нам хотелось как можно точнее определить происхождение погибших Поэтому мы решили взять образцы костной ткани для изотопного анализа Во-первых, это были фрагменты зубов По ним можно было определить, где прошло раннее детство этих людей Кроме того, мы взяли на анализ фрагменты рёбер и бедренных костей Чтобы определить, в каких регионах эти люди могли проживать в более зрелом возрасте По составу бедренных костей можно достаточно точно определить, где прошла молодость человека А по составу рёберных костей узнать, где он жил незадолго до смерти Результаты предварительного изотопного анализа показали, что погибшие были родом из нескольких регионов В основном из Северной Европы Один человек, судя по всему, родился вблизи полярного круга Все погибшие успели пожить в разных странах, но не рядом друг с другом У каждого была довольно богатая миграционная история, если можно так выразиться Кроме того, экспертиза показала, что эти люди прибыли в Великобританию только незадолго до смерти Несколько десятков человек разного происхождения Они родились в Северной Европе, а кто-то, возможно, из-за её пределами Они были чужаками на британской земле Дэйв и его помощники были просто поражены Результаты, экспертизы были очень точными Можно сказать, они превзошли все наши ожидания Эти люди действительно были скандинавского происхождения Они были викингами, все до единого Мне кажется, эта история, помимо всего прочего, интересна тем, что ставит под сомнение Все наши традиционные представления о викингских войнах Возможно, все эти люди были наёмниками Что уже не отвечает распространённым понятиям о том, как была организована жизнь викингов Стоит также отметить, что все погибшие, найденные на Риджвей-Хилл Происходили из разных регионов на территории Европы Это тоже рушит некоторые давно сложившиеся стереотипы Мы прежде даже не задумывались о таком стечении обстоятельств Итак, чужеземцы Мужчины и юноши, которые не родились в Британии И не успели долго прожить здесь Однако по происхождению этих людей нельзя было определить Были они взяты в плен как солдаты Или как чужаки, приплывшие издалека На этот раз подсказку следовало искать не в находках, а в их отсутствии Мы не обнаружили на костях заживших повреждений Значит, эти люди не успели побывать в бою и получить ранения в битве То есть они не могли быть воинами Мы сразу обратили на это внимание На костях человека, которому приходилось участвовать в сражениях Скорее всего, оказались бы сросшиеся повреждения Открытие на Риджве-Хилл заставило археологов углубиться в исторический контекст Изменить свои представления о событиях в Британии Конца 10-го, начала 11-го века Это открытие вкорно меняет наше понимание взаимоотношений между данными и англосаксами на южном побережье Судя по тому, что рассказано в учебниках истории и показано в художественных фильмах Викинги только и делали, что разграбляли англосаксонские города Но после этой находки Прошлое предстало перед нами в новом свете Мы узнали о новом событии И у нас возникло множество вопросов Мне кажется, раскопки на Риджве-Хилл вкорно меняют наше представление о прошлом Думаю, в этом и состоит задача археологии Мы оживляем историю По-моему, это просто потрясающее открытие Можно ли считать этот случай единичным? Большая группа людей, возможно, прибывшая с целью разграбления Была убита неподалеку от побережья Поскольку нам совершенно доподлинно известно, что к моменту казни набеги с севера Продолжались около двух столетий Вряд ли это был единственный в истории случай подобной расправы Благодаря работе археологов Мы можем представить, что произошло на Риджве-Хилл Сюда привели группу мужчин В возрасте от 14 до приблизительно 40 или 50 лет Их могли пригнать с побережья или из темницы в Дорчестере В любом случае, пленных, скорее всего, вели по Римской дороге Мы с вами находимся на Римской дороге Она начинается в Веймуте Скорее всего, пленных вели именно по ней Потому что иначе добраться до возвышения было невозможно Либо викинги пришли сами и были застегнуты врасплох Либо их привели сюда Римская дорога пересекала Риджве-Хилл в этом месте Ровно между двумя древними курганами Видите, в той стороне, прямо за деревом Можно увидеть курган Можно смело утверждать, что он мало изменился за тысячу лет Местный ландшафт остается таким же, как много веков назад Эти плавные контуры легко разглядеть издалека Одно возвышение находится с восточной стороны, другое с западной Поэтому по центру Риджве-Хилл можно увидеть как бы естественную впадину Получается нечто вроде естественного амфитеатра Может, люди сидели на холмах и наблюдали за тем, что происходило неподалеку от того места, где мы стоим сейчас В общем, впечатляющий ландшафт во всех смыслах Да, скорее всего, это место было всем знакомо Местные жители часто проходили или проезжали по римской дороге Я думаю, они все успели побывать на этом возвышении Это место заметно издалека Поэтому можно было, например, развести костер наверху холма И жители окрестных поселений, нынешних Дорчестера и Веймута, и не только Видели, что их созывают на собрание Да, в этом смысле место просто идеальное Место встреч Удобный ориентир Место, где пересекаются древние пути А также священное место, отмеченное двумя древними курганами В эпоху средневековой христианской Британии Публичные казни устраивались именно в таких местах Возможно, местные жители с наслаждением наблюдали за убийством викингов Прощайся с жизнью Жизнь простого человека была трудной и скучной А викингов боялись Поэтому, возможно, публичная казнь была для местных жителей чем-то вроде праздника Это был не просто повод собраться вместе То было радостное событие Если, конечно, присутствие при обезглавливании Нескольких десятков человек Можно охарактеризовать как нечто радостное Наказание не ограничивалось убийством Чужаков следовало покарать забвением Поэтому они были похоронены не на кладбище предцеркви, а здесь На месте языческого захоронения Возможно, викинги, сами будучи язычниками Не были расстроены этим обстоятельством Неизвестно, в чем была цель казни Порадовать население или, наоборот, устрашить его Кем бы ни были эти люди, что бы они ни совершили Мы никогда не узнаем этого наверняка Захоронения на Риджвейхилле остаются загадкой для нас Мы не знаем, почему казнили этих людей Очевидно, местные жители были чем-то рассержены Также нам известно, что убитые не были родом из этих мест Но кем они были? Викингами, прибывшими пограбить местные земли И понесшими наказание? Что это было, спонтанная расправа или политический акт? Мы никогда не узнаем Я стараюсь не выдвигать беспочвенных предположений Мы ничего не можем утверждать наверняка Вполне возможно, будут совершены новые открытия, которые прольют свет на эту находку Но мне кажется, результаты раскопок на Риджвейхилл Просто еще одно подтверждение жестокости Средневековья Это был сложный период в британской истории Обстановка была напряженной Многие трагические события Объясняются именно этим Прибрежные регионы Британии Могут скрывать и другие свидетельства о тех кровавых времен Другие захоронения на других холмах Но все эти могилы ныне скрыты пылью веков И лишь море остается безмолвным свидетелем тех страшных событий Интересно, что совсем неподалеку отсюда находится место На которое викинги, возможно, совершили свой первый набег Остров Портленд И здесь же распрощались жизнью люди, чьи останки были найдены на Риджвейхилл Сейчас под словом «викинг» Чаще всего подразумевается захватчик или грабитель, приплывший за море Но нужно помнить, что это были обычные люди Которые, возможно, прибыли сюда, чтобы стать лучше В их представлении Мне кажется, проводя экспертизу, мы часто забываем, что имеем дело не просто с костями Мы изучаем человеческие останки Когда-то эти скелеты были живыми людьми Мы пытаемся узнать факты, но не представляем себе людей Возможно, они прибыли на наш берег, чтобы ограбить жителей местных поселений Но давайте также вспомним о том, что здесь они встретили свою гибель Несложно представить, что незадолго до смерти они бросили взгляд на море Это было последнее, что они видели Программа подготовлена к показу компании «Викинг» «Сдиомедия» в 2018 году Перевод Анны Заславской Текст читал Сергей Костылев «Викинг» Субтитры создавал DimaTorzok